Совместитель полномочного представителя президента ВСКФО Владимир Надыкта посетил начальное и среднеобщеобразовательное учреждения в Адыгехабльском и Ногайском районах. Подробности у Мурата Джанкёзова. В начальной школе Адыгехабля обучаются 315 малышей первых четвертых классов. Ранее здание пребывало в печальном состоянии. Теперь же все изменилось до неузнаваемости, рассказывает не скрывая радости директор школы Лилия Выкова. Капитальному ремонту подверглись все инженерные коммуникации. Установлено новое кровельное покрытие, отремонтированы стены, потолок, полы и все остальное. Оснащение очень хорошее. Вся мебель пришла в негодность у нас и теперь она заменена. Кроме того, произведены работы по благоустройству. Теперь у нас имеется более благоустроенный дворик свой, где, возможно, в последующее время будет детская площадка там. Имеется всё необходимое для образовательного процесса. У нас никогда не было учительской. И вот теперь есть возможность у нас здесь работать. Вот здесь будут у нас компьютеры стоять. Вот здесь будут учителя проверять тетради. Вот стенды мы готовим. Все удобства для учителей здесь созданы. Заместитель полпреда Владимир Надыктов в сопровождении председателя правительства Мурата Аргунова начали осмотр здания с информацией о том, на какой стадии находится капитальный ремонт школы и какие выполнены строительные работы. Они осмотрели учебные кабинеты, подробно интересуясь тем, как проходит учебный процесс, какие есть недочеты и так далее. Затем осмотрели столовую, где установлено новое оборудование. В целом здание Дагихабльской начальной школы практически готово. Остались небольшие недочеты, которые будут в скором времени устранены. Затем делегация посетила школу в Эркен-Шахаре. В этом учреждении капитальный ремонт также на завершающей стадии. Строительные работы ведутся быстрыми темпами. Не везде еще установлено освещение, но это не помешало осмотреть здание. Школа большая, ремонтные работы начались в марте этого года и уже до конца года ее планируют сдать в эксплуатацию. Мурат Жанкиозов, Вести, Карачаево, Черкесия.